МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 вечера в Украине. На интере подробности в студии Алексей Лихман. Смотрите в этом выпуске. Чрезвычайный захват. Боевики-калказцы атаковали Донецкое управление ГОСЧС. Взрыв газа в Николаевской многоэтажке. Кто виноват в смерти людей? Дезертирская сотня. Из украинской армии массово бегут солдаты. С барского плеча. В интернете торгуют костюмами Януковича. Аферисты или мародеры? Сепаратистское дежавю. Ситуация на востоке страны разворачивается по крымскому сценарию. Несколько часов назад самопровозглашенное руководство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики попросилось в Россию. Все подробности узнаем у Ирины Баглайна в Донецке. Ира, сепаратисты решили ускориться. А как же вот второй то референдум, о котором они амонсировали? Добрый вечер, Алексей. Вот сегодня последняя и в принципе главная новость здесь в Донецке это заявление представителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Они сначала провозгласили себя суверенным государством и сразу же попросили Кремль присоединить ДНР к России. Ссылаются на результаты вчерашнего так называемого референдума, на котором, по их же данным, за государственную независимость ДНР проголосовали 89% жителей, а явка составила 75%. Просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Вот этот вопрос о вхождении ДНР в состав России ранее планировалось вынести на второй этап так называемого референдума. Но сегодня в ЦИК ДНР заявили, что 18 мая опрос отменяется, бюллетени не готовят. Также сегодня сотрудник ГРУ России Игорь Гиркин, более известный как Стрелков, объявил себя верховным главнокомандующим ДНР и ввел режим контртеррористической операции. Обратился к России за военной помощью и объявил об уголовном преследовании ряда украинских политиков, в частности, глав силовых структур Украины, премьер-министра Украины Арсения Яценюка, Олега Лешко и Виктории Нуланд, официального уполномоченного Госдепа США. И что касается сегодняшнего дня в Донецке, то он отметился вот таким событием. Днем появилась информация о штурме здания госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Якобы вооруженные люди, предположительно чеченцы или осетинцы, с гранатометами заняли помещение. А мы проверили эту информацию, могу сказать, что она подтвердилась частично. В здание действительно зашли неизвестные в камуфлированной одежде с автоматами и заявили сотрудникам, что будут их охранять. От кого не сказали. А вот под Славянском, возле села Карповка, между собой воевали террористы. Эту информацию опубликовал Дмитрий Тымчук, координатор группы «Информационное сопротивление». Перестрелка, по его заявлению, длилась 20 минут. Украинские военные в этом не принимали участия. Чем все это закончилось, пока неизвестно. Алексей. Ира, а сепаратисты сегодня заявили о том, что их подкармливал Ренат Ахметов. Зрителям разъясню, они даже назвали долю его в Ливане около двух третьих. Но якобы у него не вышло контролировать процессы. Из-за этого возникли у них разногласия. Есть ли какая-то реакция на вот такое заявление? Мы пытались связаться с Ренатом Ахметовым, с его пресс-службой. Позже он в информагенции ответил. Он отрицает все эти заявления. Как он прокомментировал, информагентством не давал и не даст ни цента сепаратистам. Он за некое объединение вокруг слов счастья Донбасса в единой Украине. А Лягин, самопровозглашенный глава ЦИКа, самопровозглашенный ДНР, послал свой месседж. Мол, пройдет совсем немного времени и Ахметов будет платить налоги в Донецкую Народную Республику. Как он это собирается делать, не пояснил. Алексей. Все понятно. Спасибо. Ирина Баглай с последними новостями из Донецка. Новое излияние от Януковича снова не лично, но по традиции опубликованное в российских СМИ. В заявлении он требует от украинских властей, процитирую, прекратить террор, вывести войска из Донецкой, Луганской и Одесской областей. Ну вот в партии регионов Януковича почему-то снова проигнорировали, но, защищая Рената Ахметова, заявили. Россияне, мол, с трудом представляют себе, что такое на самом деле народный губернатор в условиях Украины. Это, мол, то же самое, если в России, к примеру, группа бомжей с пляжа в Туапсе приведет своего главаря в Краснодарскую думу и заявит. Вот ваш новый народный губернатор. Вся эта история с бомжами и заявлениями регионалов касается интервью самопровозглашенного народного губернатора Губарева российской прессе, где он нелицеприятно описал роль Ахметова в финансировании сепаратизма на Донбассе. В Верховной Раде пригрозили уголовной ответственностью организаторам незаконного референдума. Турчинов, исполняющий обязанности президента, опроверг и статистику якобы проголосовавших. По данным МВД, в Луганской области на участки пришло всего около 25% избирателей, в Донецкой чуть более 32%. Вот что сказала о вчерашних событиях на востоке Турчинов. Той фарс, який сепаратисты называют референдумом, є ничем іншим, як просто пропагандистское прикрытие тих звочинів, страшных звочин, таких як вбивство, тратування, викрадання людей. А вот что сказал в ответ на заявление Губарева о том, что Ахметов финансирует сепаратистов на востоке Украины Александр Ефремов, лидер фракции партий регионов. Я не знаю, что говорил Губарев, у меня нет такой информации. А исходя из той информации, которая у нас показывается, я многое ничему не верю. Ефремов сегодня и вовсе заявил, на Донбассе исключительно мирные граждане, о Киев их просто не слышит. И оружие, говорит жители Луганска, взяли в захваченном здании СБУ. Обвинял украинских журналистов в необъективности, но журналисты ему и ответили. Если вы меня хотите убедить в том, если... Чему ваши люди не помогают, вы будете с бровью. Уважаемые коллеги, я вам ничем ничего не надеюсь. Если я вам нужен в качестве груши, чтобы вы на меня излили всю свою ненависть, то пожалуйста я постою. А если вы хотите получить объективный ответ от людей, которые там живут, то я вам могу это сказать. А если груши, пожалуйста покричите, пожалуйста на своих каналах покажите опять то, что вы показываете, и то, что не соответствует действительности. Это ваше право. Вы сегодня находитесь во власти, которая вам это допускает делать. Мариупольские журналисты взяли калькулятор и посчитали, сколько людей вчера могли реально проголосовать. В городе работали всего 4 избирательных участка. Избирателей в Мариуполе 345 тысяч. Пропускная способность самого крупного участка около 3000 человек. Значит даже со всеми натяжками могли проголосовать максимум 15 тысяч. А это всего каких-то 4 процента. Центр избирком не признает так называемые референдумы, которые прошли в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня заявил замглавы ЦИК Андрей Магира. Он считает, что действия, которые имитированы 11 мая, не имеют никакого отношения к волеизъявлению украинского народа. Вчерашние события в Красноармейске. Вы видели эти кадры и увидите еще раз в сюжете Екатерины Лысенко. Кто же и в кого стрелял? Не постановка ли это? А если да, то чья? Смотрим. Эти кадры сняты вчера в Красноармейске возле горосполкома. Неизвестные в камуфляже стреляют. Один человек погиб, двоих ранили. Люди в форме берут под охрану горсовет, город дел милиции и прекращают проведение псевдореферендума. Первая информация, которая появляется, в город приехал батальон Днепр. Специально из Днепропетровска. Это не люди, это не люди. Принадлежность и подчинение батальона Днепр приписывают у нас в гвардии. Но там даже нет такой военной единицы. Військовослужбовцы Национальной гвардии Украины не имеют никакого отношения к подействиям в Красноармейске. В случае до перебывания в складе ведомства батальона Днепр. Наголошу, что такого спецподраздела в складе Национальной гвардии нет. Батальон Днепр есть при МВД. Это спецподразделения, милиции и подобные отряды в каждой области. В Днепропетровске утверждают, их военные в Донецкую область 11 мая не выезжали. Батальона Днепр подчиняющимся МВД в Донецкой области и в частности в Красноармейске не было. Он не принимал там участия. Он находится в местах дислокации в Днепропетровске. Одна из первых информации о присутствии Днепра в Красноармейске появилась на страничке сотника Майдана Владимира Поросюка. Но пост через несколько часов исчез. Сам сотник уверяет, он ничего не писал. Пообщаться лично Поросюк не может. Он на Востоке. Где именно, в каком городе, что делает и под чьим руководством не комментируют. Эксперты между тем уверены, вчерашнюю перестрелку устроили явно не украинские военные. Труппа террористов вполне могла так сделать. Вполне. Для этого, собственно, ничего не нужно. Заехать в какой-то город, пострелять и сказать, что вот мы, там, Национальная гвардия или мы еще кто-либо. А потом показать по телевидению картинку. Если бы это делала Национальная гвардия, то это был бы, как бы, срыв выборов в десятках городов, а не в одном маленьком городишке. Милиция комментариев по поводу перестрелки не дает. В МВД ограничились лишь коротким сообщением. Днепра в Красноармейске не было. Начали расследование по статье умышленного убийства. Какой-либо информации, даже предварительной, о том, кто эти люди с оружием, за сутки в ведомстве не дали. Отмалчиваются до сих пор. И это очень похоже на молчание после одесских событий. Екатерина Лысенко, Наталья Грещенко, Вячеслав Фролов. Подробности в телеканал Интер. Луганские самопровозглашенцы требуют мирового признания. Для этого решили обратиться в ООН. Еще грозятся сорвать выборы президента в области. Геннадий Вивденко работает в Луганске. Гена, подробнее расскажи об этих заявлениях. И какие у тебя последние новости из города? Организаторы так называемого референдума о статусе Луганской Народной Республики считают, что за независимость отдали свои голоса 96% избирателей. Они же заявили, что работать приходилось в партизанских условиях. И жалуясь на блокирование работы в ряде участков со стороны Национальной Гвардии Украины. Явка избирателей, по мнению организаторов, составила 75%. Вместе с тем, напомню, милиция, журналисты, представители комитета избирателей Луганской области зафиксировали многочисленные нарушения при проведении плебисцита. Мы общались с рядом представителями участковых комиссий. Они говорили о том, что явка избирателей составила менее половины. Это в самом Луганске. Однако, поскольку сторонники республики считают, что одержали политическую победу, в центре Луганска произошел митинг возле захваченной двумя неделями ранее здания облгосадминистрации. На площади героев Великой Этичной войны. Митингующих было около тысячи. Они держали в руках оранжево-черные флаги так называемого Юго-Востока. Признаюсь, такие тут вижу впервые. Также есть и флаги России. Митингующих развлекали литературно-музыкальными композициями на тему Великой Отечественной войны. Как его здесь называют, народный губернатор Луганщины провозгласил о независимости Луганской Народной Республики. Также на сцене был замечен и народный депутат Украины Олег Царев. Прошу дать прямую речь. Очень многие хотели бы быть рядом с вами и опускать такой же бюллетень. Но мы им поможем, правда? Да! Представители армии Юго-Востока уже сообщили о том, что на президентские выборы на территории области не состоятся, поскольку область изменила свой статус. Областной совет более нелегитимен, в свою очередь бюджетникам не стоит беспокоиться о получении средств. Пообещали, что перебоев с пенсиями не будет и, цитирую, возможно, они даже увеличатся. Так вот, кстати, о бюджетном финансировании. Как раз сегодня министр финансов Украины Александр Шлопак привел такие данные. Луганская область самообеспечивает себя менее чем наполовину. Доходы области составляют лишь 44% от расходов. Остальное покрывает государственный бюджет страны. Такие расчеты министр сделал на основании бюджетных отношений центра и области. У нас в прямом эфире стоит добавить Александр, он просил мне называть свою фамилию в интересах безопасности. Он активист гражданского сектора Луганска. Александр, первый вопрос. Что происходит в Луганской области в последние два дня? Абсолютно просто фарс, спектакль, шоу, которое устроило часть людей, которые говорят, что они являются жителями Луганска и Луганской области. Они взяли оружие в руки и с оружием в руках выражают волю народа Луганщины. Действительно ли стоит говорить о том, что в Луганске такая массовая область, такая массовая поддержка идеи Луганской народной республики? На самом деле большинство людей абсолютно не понимают, что такое Луганская народная республика, потому что им давали такие идеи о федерализации. То есть основной месседж был именно об этом. Сама идея республики появилась недавно, даже те, кто голосовали за нее, не знают, что это такое. И луганчане, те, которые я знаю, и все люди здесь, они разделились в принципе где-то 50 на 50. И те, кто голосуют за Луганскую республику, они голосуют за СССР и жизнь в составе России. Сегодня на митинге было около тысячи человек, сторонников Луганской народной республики. Насколько мне известно, население у Луганска полмиллиона человек, 500 тысяч. О чем говорят вот эти вот сравнения этих цифр? Люди просто боятся выходить на улицу. Стало опасно, милиция устранилась. Тебя в любой момент могут похитить, избить. Ты окажешься за стенках СБУ. Спасибо большое. У нас на прямой связи был активист гражданского сектора Луганска Александр. Алексей, студия. Спасибо за работу. Последние новости и настроения в Луганске мы узнали от Геннадия Вивденко. Более половины россиян не боятся жить в условиях даже международной изоляции. К такому выводу пришли социологи из московского Левада-центра. Наш собственный корреспондент в Москве Дмитрий Еловский пытался понять, что будет, если перед россиянами все-таки опустится железный занавес. Такого не было ни разу за прошедшее десятилетие. Россияне больше не хотят дружить с Западом. А многие, около 40% опрошенных Левада-центром, и вовсе считают, что надо еще дальше дистанцироваться от Америки и Евросоюза. Причинами такого поведения эксперты называют прежде всего работу российских тележурналистов. Ведь, несмотря на развитие интернета и блогов, россияне привыкли черпать новости прежде всего из телевизора. Так, например, о событиях в Украине около 95% опрошенных узнали именно из новостей, которые выходили по центральным телеканалам. И такое доверие голубым экранам вряд ли пройдет скоро. Мы имеем дело с трансформацией режима, не просто с становлением авторинтарного режима, он уже давно такой, а с усилением репрессий внутри него и тенденцией превращения его в диктатуру. Вот, телевизор здесь играет колоссальную роль. О блогах тем временем все больше пишут о возможных проблемах со здоровьем главного рупора российской пропаганды Дмитрия Киселева. Глава информационного агентства России сегодня и ведущий программой «Вести недели», как пишет в Твиттере, попал в больницу Склифосовского с сердечным приступом. Тележурналист был не так давно внесен в санкционные списки Евросоюза, после чего получил медаль из рук самого президента Путина за объективное освещение крымских событий. Но, впрочем, ни Россия сегодня, ни «Вести» не подтверждают информацию о возможном недуге российского тележурналиста. Ну, вообще, тема здоровья становится центральной в российском сегменте интернета в эти дни. Так, например, вновь стали писать о возможных проблемах со спиной Владимира Путина, хотя многие говорили об этом еще несколько лет назад. И вот блогер, проанализировав поведение президента во время Крымского парада 9 мая, пришел к выводу – со спиной стало только хуже. Многие даже разглядели корсет под костюмом президента. Интересно, что первоначальный пост довольно быстро исчез из интернета, хотя его успели скопировать на своей странице сотни блогеров. Кремлевская пресс-служба говорит о здоровье президента пока отказывается и вряд ли захочет в ближайшее время. Дмитрий Иловский, Виталий Коваленко. Подробности Российское бюро Телеканала Интер. С 3 июня Украина может остаться без российского газа, если «Газпром» не получит от Киева предоплаты. Об этом на встрече с российским премьером Медведевым заявил глава газовой компании «Миллерс». Уже с завтрашнего дня концерн переводит Украину на авансовую систему платежей. То есть с лета украинская сторона будет получать столько газа, сколько оплатит, пояснили в «Газпроме». Тем временем Украина настаивает, что готова погасить задолженность, но по прежней цене. Это около 268 долларов за тысячу кубометров. Личные вещи Виктора Януковича идут с молотка. На интернет-аукцион, если верить продавцу, выставлен пиджак беглого президента. Сколько стоит лот и кто мародер, а кто нет, выясняла Ольга Клюева. Почувствовать себя президентом, правда уже беглым, всего за 3000 гривен, предлагает автор объявления под ником «Завхоз». Он и выставил на аукцион кашемировые пиджаки известного бренда и убеждает, что это и есть часть гардероба Виктора Януковича. Охранник Межигория показывает пустые шкафы в резиденции. Объясняет, что в хаосе первых послереволюционных дней уследить за всеми посетителями было невозможно. Теперь о гардеробе экс-президента напоминает только каталоги спецпошива итальянских дизайнеров. Как известно, один из автомобилей гаража Виктора Януковича, переданный правым сектором представителям ГАИ, также собирается пустить молотка. А вот картины из резиденции активисты нашли и отдали в художественный музей. Мы на самом деле потратили около двух недель, чтобы найти этих мародеров. Мы вежливо им объяснили, что мародерствовать это плохо. Они вернули украденные картины, несколько икон. Точного списка у меня сейчас под рукой нет. И один из наших представителей правого сектора, он передал это министру культуры в Национальный музей Украины. Если выставленный на аукцион пиджак действительно окажется украденным из Межигории, автор объявления может быть привлечен по закону за соучастие в мародерстве. А пока объявления пользуются популярностью, цена лота пиджак Януковича уже выросла до 3300 гривен, что явно не дотягивает до его реальной цены. Что еще всплывет и на каких аукционах можно только гадать, как и о том, захочет ли беглый гарант выкупить эти вещи. Как продавец собирается доказывать, что выставленные на аукционе вещи действительно с президентского плеча пока не ясно. Известно лишь то, что шкафы в резиденции Виктора Януковича в Межигорье на сегодня пусты. Ольга Клюева, Максим Чеплин, подробности, телеканал Интер. Сегодня из израильских больниц в Киев вернулись еще двое раненых во время февральского кровопролития на Майдане. Это Роман Пятковский и Владимир Бондаренко. Вместе с родными их встречала Ирина Романова. Два часа назад в аэропорту Борисполь приземлился самолет из Тель-Авива. Он превознароден у двух майдановцев, Романа Пятковского и Владимира Бондаренко. В ночь на 20 февраля они оба получили тяжелое ранение в позвоночник. В том пекле, когда все взрывалось, все спалахывало, я не зрозумел, как оно с ним случилось. Я только через несколько часов, мне зателефонировала его жена, сказала Вахтанг, уже вовчика поранили, в лекарню повезли. В несколько недель парни находились в столичной больнице скорой помощи. У Романа, который с первых дней Майдана был активистом Львовской сотни, начал развиваться менингит. У Владимира, здесь жюсер по специальности, пережил клиническую смерть. Украинские врачи ставили им неутешительный диагноз. Оба будут прикованы к постели до конца жизни. Но вот 7 марта их забрали на лечение в Израиль. И сейчас, спустя два месяца, здесь, в аэропорту, их встречают волонтеры и родственники. У нас сидит так, ставляется, как догорает. У нас таких много, понимаете? Я верила в то, что он будет ходить. Израильские врачи сотворили чудо. И Владимир, и Роман приехали на родину не в инвалидной коляске. Они шли своими ногами. Майже все с сыном вылечивали. Залишились там такие небольшие проблемы, но это мы решим. Еще немного, как вам сказать, 70% уже сделано. Залишились 30%. Иваны очень хорошие. Действительно, люди, которые поставили нас на ноги, то тут бы на там не поставили бы. Из аэропорта Владимир и Роман вернулись домой. Владимир в Киев, а Роман в свое село во Львовской области. Им еще предстоит долгие месяцы реабилитации. И добавлю, что в израильских клиниках на лечение сегодня остаются еще трое майдановцев. Семеро уже вернулись на родину. Ирина Романова, Игорь Антонюк, подробности, телеканал Интер. Более ста солдат сбежали из двух воинских частей под Житомиром в Новоград-Волынском и Бердичеве. Это солдаты, которые были призваны во время частичной мобилизации. Его командира воинской части, Волков, обратился к городским властям с просьбой обнародовать их фамилии, процитируясь с целью демонстрации их позорного поступка. Накануне жиловили дезертиров в Одесской области. Вся милиция была поднята по тревоге. Трое вооруженных военных сбежали из воинской части. Бегали недолго, меньше суток. Все подробности у Андрея Анастасова. Три автомата Калашникова, почти тысяча патронов, холодное пиво в багажнике и сигареты. С таким арсеналом ночью милиция задержала троих дезертиров из поселка Черноморское под Одессой. Военнослужащие сбежали из воинской части в воскресенье. Действовали дерзко. Забрали у местного жителя автомобиль, позже ограбили автозаправочную станцию и выехали в сторону Николаева. На трассе их и поймали. Сейчас беглецы в руках военной прокуратуры. За дезертирством им грозит до 10 лет тюрьмы. Где-то километров примерно через 7, при попытке съезда на полевую дорогу, корабль был блокирован. Сопротивление не оказывали, не цена были блокированы, двери, автоматы были приготовлены для использования. А в самой Одессе сегодня презентовали общественную комиссию по расследованию трагедии 2 мая. В нее вошли журналисты, криминалисты, токсикологи, экологи и другие эксперты. Цель собрать по крупицам фактаж, фото и видеоматериалы, чтобы сложить более-менее объективную картину того дня. Впрочем, конструктивного диалога сходу не вышло. Участники начали обвинять друг друга в пособничестве, сторонам конфликта, майдана, антимайдана и поругались. Вопрос о том, зачем они приехали, кто их организовал, кто ими руководил здесь на месте. Мене вся людина звенуватила в том, что я организатор этого. Комиссии должны быть в обе стороны. Добавлю, что спокойной ситуацию в Одессе назвать нельзя. Ночью, например, возле того самого Куликова поля сгорели сразу три автомобиля. Все с номерами Львовской области. В милиции предполагают, это поджог. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Можно ли верить Москве? Все чаще задаются вопросом немецкие СМИ. А все потому, что уличили Кремль во лжи. Татьяна Лагунова продолжит. Кремль обманывает Запад. Более того, политики в США и Европе об этом знают. Журналисты приводят такой пример. В конце апреля Пентагон обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Украины. Якобы в течение суток российские истребители неоднократно пересекали границу в небе. Москва, конечно, ответила, не было такого, но американская разведка уличила россиян во лжи. Агентство национальной безопасности якобы перехватило и расшифровало радиограммы командования российской армии. Поделилась информацией с немецкими коллегами. Из документов следует. Пилоты не только нарушали границу, у них был приказ от начальства специально провоцировать. В Германии есть негласное правило не обсуждать данные разведки. Мы принципиально не комментируем информацию в СМИ, которая якобы получена из источников в спецслужбах. Впрочем, в Германии есть люди, которые верят Путину. Например, бывший канцлер страны. Герхард Шрёдер, которого недавно раскритиковали за празднование своего дня рождения с Путинами, теплое объятие на камеру. Решил объясниться. Он дал большое интервью одной из газет и рассказал, что Путина знает давно и ничего зазорного в дружбе не видит. Мол, президент России пока не персона нон-грата. Более того, во время торжества Шрёдеру удалось обсудить с Путиным вопрос об освобождении захваченных в заложники в славянске наблюдателей ОБСЕ. Совпадение или нет, но через несколько дней инспекторов отпустили. Ну а завтра, во вторник, восточные регионы Украины посетит министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Заодно сможет убедиться, лукавил Шрёдер или нет. Татьяна Лугнова, Геннадий Никейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Это далеко не все новости сегодняшнего дня. Смотрите далее. Не брезговал и натурой. Ректор, обвиняемый во взяточничестве, стал героем секс-скандала. Рейтинг толстосумов. Британцы назвали самых богатых людей страны. И там не обошлось без украинцев. Кончита Раздора. Победитель Евровидения. Рассорил старый мир. Взрыв в Николаеве. В десятиэтажном доме полностью разрушены три верхних этажа. Есть погибшие. Что это было? Теракт или утечка газа? Сейчас расследуют специалисты с места события. Кирилл Ющишин. Взрыв прогремел в обед. Он был такой силой, что бетонные плиты разлетелись по всему двору. Вот на этих кадрах видно раздавленную машину. Рядом гуляла мама с 10-месячным ребенком. Обломок попал малышу в голову. Он в больнице. Был страшный взрыв. Все дома сотрогнулись. Выскочил полный дым. Двор. Спасатели эвакуировали всех жильцов подъезда. Таких оказалось 20. С верхних этажей людей пришлось снимать с помощью автолестницы. Пятерым понадобилась помощь медиков. Люди надышались угарным газом. По последним официальным данным, под завалами погиб один человек. Есть две версии произошедшего. Первый – теракт, а вторая – взрыв газа. Местные жители, жильцы дома склоняются ко второй версии. Говорят, в этот подъезд кто-то вызывал газовую службу. Я выходил утром на работу. Завчаки подъехали. Говорят, придержите дверь. Я придержал, что они там заходили. Сейчас на месте работают столичные кинологи с собаками. Разбирать завалы помогают криворожские. Спасатели, у них есть опыт таких работ в Днепропетровске. Мои сотрудники обошли, в принципе, все завалы. Звуков от людей на наш крик, на нашу информацию. Кому нужна помощь, пока тех, кто откликнулся, тем оказано. Больше пока информации нет. Согласно спискам ЖЭКа, в этом подъезде проживало 111 человек. Всех их временно отселяют в гостиницу. Исполняющий обязанности мэра Николаева уже заявил, что из Киева завтра должны поступить 2 миллиона гривен на ликвидацию ЧП. Сейчас самое главное – подтвердить всем близким, живы ли люди, находились ли они в этот момент в этой квартире. Провалы очень большие, характер их пока неизвестен. Ближе к вечеру в Николаев прибыл начальник госплужбы по чрезвычайным ситуациям. Причины взрыва будет расследовать Государственная комиссия. Кирилл Ищишин, Богдан Иванов, телеканал Интер, Николаев. О том, как поднять боевой дух украинских военных и примирить обычных граждан, говорили сегодня кандидаты в президенты. Подробнее в нашем дайджесте. Петр Порошенко в Николаеве считает необходимым кардинально пересмотреть работу контрразведки, чтобы не допускать утечки информации и предательства, которые случались в последнее время. Об этом кандидат в президенты заявил на встрече с бойцами надгвардии. Национальная гвардия проявила себя с лучшей стороны. Очень четко выполняла приказ. Я гарантирую, что мы резко повысим денежное содержание. У нас будут совершенно другие позиции по боевым. Все, кто будет находиться в бою, должны получать от государства минимум 1000 гривен в день. Юлия Тимошенко отправилась в Донецк, чтобы пообщаться с людьми и убедиться в единстве украинцев. И вот так назвала вчерашний так называемый референдум на Востоке. На досрочных парламентских выборах, сразу же после президентских, настаивает Анатолий Гриценко. По его мнению, большинство в Верховной Раде существует только на бумаге. Поэтому депутатам нужно принять в первом чтении изменения Конституции и о перевыборах. И на том достойно закончить свою миссию. Лидер коммунистов Петр Симоненко требует прекратить антитеррористическую операцию на Востоке страны. Прекратить информационную войну и принять закон о федерализации. Об этом он заявил на Согласительном Совете Верховной Раде. Во Франции продолжают строить для нужд российского Черноморского флота два вертолетоносца «Мистраль». Это огромные суда плавучие вертолетные базы. И это несмотря на то, что мир из-за действий Кремля практически находится на пороге холодной войны. Французские судоверфи. Малоизвестный широкой публике экономический конек страны. В последний раз французы строили корабли для России больше ста лет назад. Еще для императорского флота при Николае II. Первый серьезный заказ нового времени, как первый блин, вышел комом. Вертолетоносца «Мистраль» Владивосток и Севастополь. Цена почти полтора миллиарда евро. Одно судно-гигант длиной более двухсот метров уже спущено на воду во французском Сан-Назаре. Начало его строительства было омрачено событиями в Грузии. И вот теперь, казалось бы, заказ почти готов. Его даже осветили, но мировое сообщество обеспокоено. Об этом сообщила представитель Госдепа Виктория Нуланд. Ведь собственными руками Европа вооружает возбужденную Россию. Впрочем, президент Оланд даже не на камеру, а так вскользь, отвечая в Германии, на вопросы журналистов выразился, мол, пока контракту ничего не угрожает. Без объяснений и без деталей. Если старая и неповоротливая Европа все-таки решится на третий этап санкций, контракт могут приостановить. Правда, пока дальше санкции по отношению к не очень известным украинским и российским гражданам, потягнувшим на целостность Украины, дело не идет. Грузинский конфликт в Местрале пережили, возможно, переживут и украинский. Деньги, даже если это деньги за оружие, они ведь не пахнут. София Гордиенко, Василий Трушковский, Брюссель. Миллиардеров все больше и они все богаче. Британская Таймс опубликовала обновленный список самых богатых людей страны. Кто кому уступил лидерство и кто тот украинец, попавший в британский список. Подробнее об этом Светлана Чернецкая из Лондона. Впервые в истории количество миллиардеров, проживающих в Великобритании, перевалило за сотню. Сейчас их один на 600 тысяч жителей. Страна стала официальным лидером в мире по количеству олигархов на душу населения. В Штатах этот показатель вдвое меньше. Правда, самих британцев в списке самых богатых людей в Великобритании меньше трети. Как пишут составители рейтинга редакторы английской Таймс, пока Америка, Китай и Индия создают своих миллиардеров, мы своих импортируем. И действительно возглавили список выходца из Индии. Братья Хиндуджа с состоянием почти в 12 миллиардов пунктов. Обогатили Лондон и налоговые беженцы из Франции. К примеру, владелец домов Ив Сен-Лоран и Гуччи Франсуа Анри Пино с женой и актрисой Сальмой Хайек. Переехали на Туманный Альбион после введения так называемого налога на роскошь. 41-я строчка в рейтинге почти 2,5 миллиарда пунктов. Немного сдали свои позиции самые богатые английские россияне. Опустились в рейтинге оба владельца британских футбольных клубов. Хозяин лондонского арсенала, как его назвали составители рейтинга, прокремлевский олигарх Алишер Усманов, опустился на вторую строчку с потерей 2,5 миллиардов фунтов. Все из-за колебаний обменного курса рубля, уточняют журналисты. Владелец Челси Роман Абрамович тоже сдал позиции. Скатился с пятого на девятое место. А первый коренной британец в списке появляется только на десятой строчке. Это герцог Восьминстерский, владелец большей части недвижимости на Оксфорд-стрит и в нескольких центральных районах Лондона. Новичком среди богатейших британцев стал украинский бизнесмен Геннадий Боголюбов. Вот что о нем пишут составители рейтинга. С Игорем Коломойским он контролирует группу «Приват». Хорошо известен британским судам своими битвами с российскими и украинскими олигархами за контроль над активами. Суммой в миллиард 387 миллионов фунтов, это 27 миллиардов гривен, он занимает 70-е место. Почему Лондон привлекает олигархов больше, чем Монако, Шанхай, Нью-Йорк или Дубай? Задаются вопросом составители рейтинга и сами же отвечают. Все дело в налоговом режиме. Трехлетнюю визу инвестора дают каждому, кто купит государственных аппликаций на 1 миллион. Еще 5-10 миллионов инвестиций дадут вид на жительство и желанный паспорт. Также, в отличие от США, Великобритания не облагает налогом все имущество новоприбывших богачей, а только то, что работает и приносит прибыль в Соединенном Королевстве. Поэтому Лондон вполне планомерно становится раем для олигархов. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Власть и страх, кортежи и охрана, чистые дороги для одних и пробки для других, под соусом возможных покушений. Подробнее Ольга Рыцарь. Они боятся за свою жизнь. Первых лиц страны Александра Турчинова, Арсения Цинюка и Виталия Ярему теперь будут охранять днем и ночью. Так решило Управление государственной охраны из-за информации о возможном покушении на этих людей. Якобы вместе с ними покушаются также на жизнь семи кандидатов в президенты. В СБУ эти сведения комментировать отказались. Информация о покушении на власть имущих появилась не случайно. Призывы о свержении власти уже не раз звучали с Майдана. Но недовольные сотники самообороны успокаивают. Никого свергать силой не собираются, а просто попросят уйти. Никого свергать силой. Никого поваления, заклики, погроз особисто там комусь, ну, от моєї сотни однозначно немає. Есть спонукания до дій. Складывается впечатление, что люди дорвалися до корета и хотят его поддерживать. Конечно, такие намеры и заклики есть, но пытаются их переважно аргументовать какими-то патриотическими ощущениями. То есть, ура патриоты, какие-то такие, надмирные патриоты, могут ставить на самом деле перед собой помилково або сведомо не государственные цели. На всякий случай министра внутренних дел уже усиленно охраняют. Вы охрану не будете увеличивать? Чью? Вашу. Да и так вы же видели, сколько охраны в блоках корей. Невозможно подступить к исполняющему обязанности президента Александру Турчинову. Можно секунду? Что будет предпринимать госохрана – государственная тайна. Эксперты только предполагают, говорят, первые лица страны сначала ограничат свое появление на публике. Стоит ожидать кортежи и перекрытые дороги. Возникает необходимость каких-то скоростных решений. В целом, вы же понимаете, что когда аналитики от государственной службы охраны проявляют все проблемы, в том числе, они могут на свой рост изменять маршруты переезда или что-то. И это просто вызывает необходимость поддержки с боку работников дает. Любовью к кортежам уже прославился новый руководитель МВД Арсен Аваков. Два месяца назад его охрану уличили в превышении скорости и ограничении движения по маршруту следования. Тогда Арсений Аценюк предупредил, чтобы это было первый и последний раз. Кортежами из нескольких десятков бронированных авто и гаишников всегда передвигался экс-глава государства Виктор Янукович. Тогда дороги перекрывали инспекторы, а на каждых 100 метров стоял милиционер. Кортежами ездили и все министры бывшего правительства во главе с Николаем Азаровым. Тогда власть, как и нынешняя, тоже боялась покушений на свою жизнь. Янукович так переживал за свою жизнь, что даже боялся садиться в вертолет. Специально построенная для него вертолетная площадка оказалась никому не нужной. Яркий изразок его подвышенной реактивности на какие-то загрозы. Это вот выпустила история с яйцами в Ивано-Франкевску, когда он практически от попадания яйца в него упал в обморок. Фобия и желание жить в комфорте с перекрытыми улицами для них. И с многокилометровыми пробками для остальных граждан – это картина прошлого, которая вполне вероятно может ожить уже завтра. Под предлогом безопасности ныне властвующих она превыше всего. Правда? Ольга Рыцарь, Вячеслав Ролов. Подробности из телеканала Интер. И, кстати, сегодня стало известно, еще 25 апреля киевские власти заключили соглашение с автотранспортным предприятием Киевгород-администрации на услуги перевозки аж на 15,5 миллионов гривен. То есть, в то время, как Яценюк, героическая экономия бюджетной деньги летает обычными рейсовыми самолетами и совсем не в бизнес-классе, столичные чиновники будут шиковать в автомобилях бизнес-класса. В соглашении обозначены такие машины, как Chrysler, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry и другие. Напомню, в конце марта новоназначенный глава Киевгород-администрации Владимир Бондаренко заявлял, что чиновники мэрии будут ездить на старых автомобилях Opel, закупленных еще во времена Александра Амельченко. А Яценюк распорядился в половину сократить количество автомобилей для обслуживания Кабмина. Бондаренко мы запрос направили. Ответа пока нет. Но он может позвонить нам и прокомментировать. Мы всегда открыты к диалогу. В Италии картины Караваджо и Тициана оказались под угрозой уничтожения. В Германии двухлетний мальчик разбил отцовский Мерседес, а в Конго футбольный матч завершился трагедией. Подробности этих и других событий смотрите в нашем обзоре. Матч смерти по-конголецки. В Кеншассе как минимум 15 человек погибли во время давки на футбольном стадионе. Паника возникла после того, как полицейские применили слезоточивый газ к разъяренным фанатам, недовольным поражением команды хозяйки. Ослепленные люди бросились в рассыпную, падая и калечая друг друга. Ложь стоит дорого. 22,5 миллиона долларов заплатит автор фальшивых мемуаров о Холокосте. Бельгийка Миша де Фонсека в 1997 выпустила книгу, которая стала бестселлером. В ней якобы личные воспоминания о трагедии евреев. Но во время судебного спора автора с американским издателем выяснилось, что все написанное – выдумка, а сама Миша де Фонсека не еврейка. Чтобы вирус не испортил праздник, Бразилия советует гостям Мундиаля сделать прививку от желтой лихорадки. И хотя случаи заболевания этим недугом в стране крайне редки, инъекция будет разумным шагом, считают власти, готовясь принять 600 тысяч болельщиков. Желтая лихорадка передается через укусы комаров. В 15% случаев приводит к смерти. Искусство требует комфорта. Бесценные картины Караваджо и Тициана под угрозой уничтожения из-за неисправной системы климат-контроля. У римской галереи Боргезе не хватает средств на ремонт. Чтобы уберечь шедевры от жары и влажности, работники открывают окна. Но в таком случае картинам грозит загрязненный воздух с улицы, читают эксперты. Не поешь Марсельезу, уходи в отставку. С таким призывом к французскому министру юстиции выступили националисты. На выходных крестьян Табира отказалась петь национальный гимн на церемонии, посвященной отмене рабства. В ответ на замечания на своей стороне софейсбук сравнила коллективное исполнение Марсельезы с караоке, чем и вызвало негодование лидера национального фронта Марин Ле Пен. Другие политики предположили, что Табира попросту не знают слов гимна. Двухлетний лихач разбил отцовский Мерседес в Берлине. Пока папа мирно спал, малыш стащил ключи от машины и, прихватив табурет, чтобы достать до кнопок лифта, отправился на парковку. Очевидцы видели, как серебристый Мерс рванул с места и врезался в столб. Отец оставил машину на первой передаче. К счастью, вострадавших ДТП нет. Двум итальянским лесбиянкам грозит суд за ласки на пляже. Еще год назад на пару пожаловались другие посетители пляжа в рыбацкой деревне возле Рима. Женщины целовались и ласкали друг друга. Прокурор грозит отдать дело в суд. Адвокат уверен, в наше время поцелуй двух женщин никак нельзя назвать чем-то непристойным. Клубничка от налогового экс-ректора. Обвинение у скандального Петра Мельника может прибавиться. Кроме подозрений в получении взятки, его могут обвинить в растлении студентки. Скандал с интимными подробностями изучала Елена Зорина. Не успел бывший налоговый ректор выйти на свободу, как оказался в эпицентре нового скандала. Теперь уже с пикантными подробностями. Если обниматься, то вы сейчас поднимаете? Обниматься? Да. Так, трошки. Это видео появилось в интернете в день освобождения Петра Мельника. Главные участники съемки – мужчина, похожий на экс-ректора, и студентка. Девушка просит помощи. Ее могут отчислить за пропуски. Фигурант обещает помочь и тянет девушку в объятия. Что это в разрезе? Ладно, что не падает. Это вот так вот. Нет, только мужчина. А потом и вовсе гасит свет. Не дейся. Не может быть. Ну и все равно. В вузе, где якобы разворачивались пикантные действия, героиню видео не узнают, по крайней мере, внешне. Но, говорят, девушка с похожим именем и фамилией в университете действительно училась. На юридическом факультете была скромной и знаниями особо не отличалась. Девушка у нас закончила в 13-м году, училась в достаточно посередине. Переважные оценки – это 3-3,5. Питания про видорахование ей не стояло. Разыскать возможного второго участника видео нам не удается. Но в доме родственников Мельника дверь никто не открывает. Да и соседи говорят, тут экс-ректора не видели. Давно, давно, не знаю, не знаю. Я мало интересен, но и сами. Студентки вуза, которым руководил Петр Мельник, оперативными кадрами заинтересовываются. Но тут же хором убеждают, да не распустник он. Всего нас правде поважал. Он не лезет за девчата, а может быть матом. Нет, 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 такого точно не было. Это все провокация. Конкуренты хотят занять место, а до сих пор же не выбрали ректора. В этом уверенный адвокат экс-ректора. И обращает внимание на дату видео – 12 октября 2012 года, канун парламентских выборов. Кому-то очень невыгодно, чтобы Мельник находился на свободе. То есть я думаю, что это видео из старых запасов, компромата, который на него собирался. В милиции признают видео действительно оперативное. И теперь оперативно ищут, кто его слил. Будут проведены внутренние расследования, самые внутренние расследования. Что это было за видео, каким чином оно потрапило в засоби массовой информации. А вот будут ли расследовать то, что запечатлено на видео – вопрос. Сама пострадавшая с заявлением в милицию пока не обращалась. Да и эти пикантные кадры для Мельника не первые. Еще в прошлом году в суде он не постеснялся снять перед журналистами брюки, демонстрируя следы хирургического вмешательства. Елена Зорина, Олег Неведомский. Подробности – телеканал Интер. Страсти по бороде охватили Европу. Там никак не успокоятся после финала Евровидения, победитель которого стал настоящей кончитой раздора. Подробнее Кирилл Евсеев из Вены. В родной Вене победительницу Евровидения Кончиту встречали тепло. В аэропорту аншлаг журналистов и фанатов. Еще бы, в последний раз Австрия выигрывала в этом конкурсе в 67-м. Затем из-за постоянных неудач страна даже отказывалась от участия. Это была не просто победа для меня, это победа для тех, кто верит в будущее, которое возможно только без дискриминации. Ни один победитель Евровидения не вызывал такого удивления, даже в толерантной Европе. Официальные власти Австрии поздравили Кончиту, а вот оппозиционеры показательно проигнорировали. По опросам только один из пяти австрийцев сказал, что таким исполнителям можно гордиться. Неоднозначную реакцию вызвал Кончита и среди украинского шоу-бизнеса. Как молодая мама, могу вам сказать, что для меня очень странно было видеть первое место в образе мужчина-женщина. Образ, конечно, должен присутствовать, но он не должен ломать психику натурального, нормального человека. Не сдержался даже Андрей Данилко. Пошутил в Урст весь в репетициях. Не успевает побриться. А в интернете победа австрийца наделала шума. Может, сбреешь свою бороду, а то ходишь как баба? Эта фраза стала хитом дня. На следующее Евровидение предложили отправить Галустяна. Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась. В соцсетях дорисовывают всем героиням диснеевских мультфильмов бороды. Возбудились и в России, в том числе политики. В какой-то степени это, наверное, вызов Европы к нам. Но давайте уважать победителя. Еще раз говорю, победителей не судят. 50 лет назад советская армия оккупировала Акстрию. Мы там были до 50 лет. Мы зря освободили Акстрию. Им в ответ вспомнили группу Тату. Девочек-лесбиянок, известных нескромными клипами, Россия отправляла на Евровидение в 2003-м. Помпезно выступали Тату и на московском Евровидении в 2009-м. Во время выступления нетрадиционным татушкам подпевал хор Красной Армии о том, что тех и других не догонят. Для полной картины любви на сцене установили розовый надувной танк. Конечно, такое шоу не могло пройти без поддержки Минобороны России и без одобрения Кремля. Не забыли пригласить Тату и на Сочинскую Олимпиаду в 2014-м. Кончите бурст. На родине, в Австрии, остается лишь помечтать о такой поддержке нестандартной любви на государственном уровне. Из Вины Кирилл Ивси, Владимир Дедов, телеканал Интер. Все об этом в понедельнике. Спасибо вам, что смотрели. Хорошего вечера и до встречи на Интере. Субтитры создавал DimaTorzok